Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обнинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Дарья Человекова. Вот о чем мы расскажем сегодня. Владислав Шапша поставил задачу навести порядок в первую очередь на воинских мемориалах и памятных объектах. О планах по модернизации клинической больницы номер 8 Олег Ярошенко доложил на планерке в городской администрации. Тепла и заботы хватит на всех. Портрет руководителя приюта для животных «Новый ковчег». 5 апреля губернатор Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме видеоконференции провели координационное совещание руководителей региональных органов государственной и федеральной власти. Обсуждались меры общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднику весны и труда, а также 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По информации регионального УМВД России, органами правопорядка принимаются меры обеспечения безопасности граждан, предупреждения пресечения возможных террористических угроз, экстремистских акций и иных противоправных действий в ходе майских праздников. Наиболее массовые мероприятия запланированы на 9 мая. По предварительным данным, в них могут принять участие свыше 100 тысяч человек. В эти дни личный состав сотрудников полиции, областные аварийно-спасательные подразделения регионального МЧС России, органы государственной и муниципальной власти будут переведены на усиленный режим несения службы. С 1 по 11 мая все монументы воинской славы, памятники и места воинских захоронений будут взяты под круглосуточную охрану. Владислав Шапша призвал глав администрации муниципалитетов региона в оставшиеся до начала майских праздников дни, наряду с принятием мер общественной безопасности, привести в порядок все воинские мемориалы и памятные объекты. Обязательно приложите все усилия, чтобы нигде и ни одно место не осталось без внимания. Если необходимо провести мероприятия по реконструкции, их тоже нужно закончить к 9 мая. Я уверен, что вы заранее все предусмотрели, отторговали и успеете эти работы завершить. Если кто-то это не успел сделать, у вас есть месяц. В зоне особого внимания органов местного самоуправления – организация субботников по санитарной очистке территорий населенных пунктов. По словам главы региона, результаты этой работы пока еще мало заметны. Фронт работы достаточно большой. На этой неделе результат уже должен быть виден. Мы должны увидеть чистые улицы и города, сказал губернатор. В ближайшие пять лет Обнинская клиническая больница получит около полумиллиарда рублей с федерального бюджета. Первая часть денег будет осваиваться уже в этом году. Многие жители города ждут, когда, наконец, ситуация в медучреждении кардинально изменится в лучшую сторону. Есть те, кто полагает, что крупная сумма станет отправной точкой. На планерке главы администрации в понедельник, недавно назначенной исполняющим обязанности директора Олег Ярошенко, рассказал о дальнейших планах. Это укрепление материально-технической базы учреждения, потому что большинство подразделений, они десятками лет не видели ни капитального, ни текущих ремонтов. Это накладывает отпечаток, безусловно, на качество оказания медицинской помощи. Кроме этого, парк медицинского оборудования также изношен и морально, и физически, что требует также технического переворожения, дооснащения, потому что в наших планах развитие инновационных методов оказания медицинской помощи специализированной и высокотехнологичной. Это и создание полноценного оригинального сосудистого центра, это и рассмотрение возможности создания революционного центра, хосписа, нормального приемного покоя, поднятие статуса родильного дома до перинатального центра второго уровня. И это лишь часть обширных планов, сказал исполняющий обязанности директора. Помимо улучшения материальной составляющей больницы, необходимо решать и кадровые проблемы, подчеркивалось в докладе. Нужны участковые терапевты, неврологи, кардиологи, реаниматологи, травматологи, неонатологи и другие узкие специалисты. На медобеспечении больницы стоит порядка 120 тысяч человек, отметил в своем выступлении новый руководитель. Дублирующего медицинского учреждения Минздрава в Обнинске нет. Клиническая больница – единственное госучреждение такого профиля. Внутри коллектива будет поэтапно наводиться порядок, заверил новый руководитель. Жалобы и нарекания на качество медуслуг назвал справедливыми. В данный момент Олег Ярошенко, по его словам, знакомится с коллективом и с материально-технической базой вверенного ему хозяйства. ФМБА России на период до пяти лет выделит 440 миллионов рублей на развитие амбулаторно-поликлинической службы. Но мы знаем, что этих средств крайне мало, потому что, если говорить о полноценном комплексном капитальном ремонте только поликлинике номер один, это намного больше требуется средств. Олег Ярошенко сказал, что будут разработаны дорожные карты по наиболее острым проблемам и по перспективным направлениям. Документы эти на ближайшие три года станут основополагающими в развитии клинической больницы номер 8. В одном тандеме с руководством области и города мы должны работать, слышать друг друга и помогать друг другу, подытожил исполняющий обязанности директора. Город как продолжал поддерживать, город будет поддерживать КБ-8 и, конечно, очень важно, чтобы жители города уже в ближайшее время увидели первые результаты тех изменений и тех планов, которые вы наметили. Напомним, что Олег Ярошенко был назначен исполняющим обязанности директора Обнинской клинической больницы номер 8 и был представлен коллективу 31 марта текущего года. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ 1 апреля в Обнинском физико-энергетическом институте имени Лейпунского состоялась лекция о вакцинации от новой коронавирусной инфекции для работников предприятия. Проводилась она врачом-эпидемиологом клинической больницы номер 8 Золиной Цкаевой. На мероприятии с сотрудником физико-энергетического института рассказали о трёх вакцинах, которые существуют сегодня. Это эпивак-корона, ковивак и гамковид-вак, она же спутник ВИ. В основном врач-эпидемиолог КБ номер 8 рассказывала о третьем препарате, который сейчас активно применяется в период прививочной кампании. Она двухкомпонентная, вводится двухкратно. Второй компонент вводится спустя 2-3 недели. Иммуноэффективность стопроцентная, но иммунная защита ожидается в течение одного года. Легче переносится, чем все остальные вакцины, которые сейчас зарезервированы. Советник директора физико-энергетического института Евгения Шуба рассказывает, что на сегодняшний день прививки сделали около 25% сотрудников от общей численности. Этот показатель достигнут был благодаря тому, что мы активно освещали возможность вакцинации различными способами, активно рассказывали о возможностях, о рисках или отсутствии этих рисков в рамках вакцины путем предоставления возможности работникам просмотра вебинаров на задную тему от разработчиков вакцины, встреч с представителями клинической больницы, возможности открытого диалога и получения ответов на интересующие вопросы. Кроме того, благодаря совместным усилиям МФИ и городской клинической больницы номер 8 была организована централизованная вакцинация на базе медицинского пункта предприятия. Таким образом, у сотрудников есть возможность записаться на вакцинацию, позвонив в колл-центр службы по управлению персоналом. Привиться в физико-энергетическом институте можно без отрыва от производства. Вакцинация, безусловно, это очень важно, потому что, как показывает практика, вакцину при наличии каких-то недомоганий и симптомов все-таки приносит легче, нежели заболевание. Заболевание, конечно, имеет тяжелые последствия, особенно для людей, имеющих хронические какие-то предрасположенности. Поэтому, как показывает практика, лучше все-таки делать вакцину и не болеть, нежели тяжело с последствиями болеть. Но поскольку все-таки все новое пугает, как обычно, мы стараемся побольше давать людям информации, чтобы они принимали для себя правильное решение. Евгения Шуба рассказывает, что более 300 человек привились на первом этапе вакцинации и также около 300 на втором. Кристина Забожка, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. О событиях, вошедших в хронику происшествий последних дней в сюжете, подготовленном журналистами программы «Экстренный выезд». 2 апреля в городе Обнинске около трех часов дня на улице Курчатова произошла серьезная авария. По предварительным данным, молодой человек за рулем отечественной легковушки марки «Лада», выезжая с улицы Мира, не убедился в безопасности своего маневра и на полном ходу врезался в иномарку «Вольво», которая двигалась по главной. Хорошо, что, несмотря на серьезные повреждения обоих транспортных средств, люди в этом ДТП не пострадали. На северном въезде также было зафиксировано дорожное происшествие. Дорогу не поделили Митсубиши и Крайслер. Обошлось без пострадавших. В деталях произошедшего разбирались дорожные инспекторы. В 15.30 в дежурную часть поступило сообщение о краже. Инцидент произошел в супермаркете на улице Борисоглебской. Руководство данной торговой сети обнаружило, что у кассовой зоны со стеллажей исчезло несколько коробок жевательной резинки известной марки. По словам заявителей, злоумышленник, лицо которого зафиксировала камера внутреннего видеонаблюдения, похитил товар на сумму свыше 7 тысяч рублей. Но буквально через полчаса стражам порядка поступило еще одно заявление. Оказалось, что этот же мужчина совершил аналогичную кражу в другом сетевом супермаркете по адресу Графская, 14. Ущерб, причиненный торговому предприятию, составил 6 тысяч 500 рублей. Вероятно, что злоумышленник похищал товар с целью дальнейшей перепродажи. Подозреваемый в хищении имущества разыскивается. Дарья Человекова, Алексей Гавшин, телекомпания Обгинск ТВ. Очередной портрет нашей юбилейной галереи, посвященной 65-летию Обгинска Анна Могильнер, руководитель зоозащитного центра «Новый ковчег». Поговорили, с чего начиналась история приюта для животных, каково это быть его директором и откуда такая любовь к братьям меньшим у героини этого сюжета. В какой момент Анна Могильнер захотела стать зоозащитником? Она отвечает, что родилась с этим. Всегда любила животных, с детства хотела собаку и просила об этом родителей. Те просьбу исполнили, выждав, пока девочка достигнет сознательного возраста. Первая собака у Анны Могильнер появилась в девятом классе. Она подчеркивает, это была моя собака, а не родительская. У меня вообще исторический, можно сказать, есть документ. Это билет Обнинского клуба служебного собаководства 68-го года, когда у меня не было никакой собаки. Но мне очень хотелось, я ходила туда на все курсы, на соревнования, помогала там на выставках, везде. А потом уже, собственно, с некоторой подготовкой уже взяла собаку. Новый Ковчег не всегда был там, где сейчас, на окраине Обнинска. Он располагался на территории ЦКБ, вспоминает Анна Могильнер. Потом переехал на улицу Шацкого и только относительно недавно за город. Потом, ну, собственно, я не могу назвать какого-то момента, просто когда, видимо, их стало слишком много бездомных, мы собрались, такие же любители, и решили, что, в общем, пора что-то такое делать. Я вообще с великим смехом вспоминаю наш ужас. У нас 12 собак, куда же нам их девать? Сейчас в приюте около 170 собак и примерно 40 кошек. За эти годы ситуация поменялась, говорит зоозащитник. Люди стали относиться к бесхозяйным животным с большей жестокостью. Отравить собаку, например, жуткая норма для отдельных граждан. Анна Могильнер не всегда была директором Нового Ковчега. Года с 14-го или 15-го занимает эту должность. Когда все начиналось, в 2008 году, вспоминает она, руководил другой человек, и должность была весьма условная. Мать Анны Могильнер – генетик, любовь к биологии, предполагает зоозащитник. От нее сама Анна Могильнер по специальности – зоолог. Никогда не собиралась ничем не руководить. Ну, не учили меня этому. Я не руководитель, не управленец, вообще совершенно близко. Я биолог, у меня мозги так устроены. Поэтому необходимость добывать деньги, которая вот основная моя обязанность – это добывать деньги на все это дело. Она меня очень сильно расстраивает, мягко говоря. И не очень хорошо получается. Потому что, ну, действительно, если бы я была управленцем, у меня мозги были бы устроены по-другому, наверное, мы бы лучше жили. И однако новый ковчег жив. Есть ли тот, кто готов взвалить руководительскую ношу на свои плечи? Подумав, Анна Могильнер говорит – есть отличные волонтеры, неравнодушные люди, зоозащитники, которые делают немало, помогают. Но управлять центром – слишком большая, непосильная нагрузка для людей работающих, требующая и времени, и сил. Пока желающих – нет. Работа с бездомными животными – это множество историй о человеческой жестокости, жуткие картины истощенных из раненых зверей. Не каждый может преодолеть отвращение при виде гноящихся ран, торчащих наружу костей. Тут ведь дело в чем? Тут, когда просто абстрактно говорить о бездомных животных – это для вас бездомное животное какое-то. А когда у тебя есть там бобер, мурка или еще кто-то – это уже личность определенная. Это уже не просто бездомное животное. Ты знаешь его характер, ты знаешь его историю. Это совершенно другая история, абсолютно. Можешь там все что угодно сделать. Собаку, с которой вышла на прогулку Анна Могильнер, зовут Хонда. Почему так? Да в ковчеге не заморачиваются с кличками, ведь животных много, объясняет директор центра. Хонда явно была домашней. Это и по внешнему виду ясно было, и в вольере нужду не справляет, терпит до прогулки. Зоозащитники удивляются, как собака смогла пережить сильные морозы и снегопады, даже не сразу захотела остаться. Бегала неподалеку по окрестностям. Объявления о Хонде размещали, надеялись, что хозяева откликнутся. Четвероногая, добрая, ласковая, любит поиграть и покататься по снегу. С другими постояльцами не конфликтует. В день интервью погода стояла сырая, промозглая. Хонде бегать по лужам не хотелось. Анна Могильнер обнимает собаку и говорит. Противная погода, лето будет, будет тепло. Я тебе честно говорю, точно будет тепло. Будешь греться на солнышке. Дмитрий Глухов, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов. До свидания.